Проект «Темнота на ощупь» зародился в Германии в 2014 году. Хакасский национальный музей присоединился к нему год назад. Тогда жители впервые окунулись в мир, где нет света и красок. Зато и звуки, запахи и тактильные ощущения. Реакция на такие экскурсии, которые, кстати, вели незрячие гиды, была разная. Многие, конечно, были удивлены. Для многих почему-то до сих пор это удивительно. Как-то слепой может с компьютером работать, как он взаимодействует с телефонами, как он в быту еду готовит и так далее. То есть мы рассказывали подробно даже, какие профессии, в каких профессиях заняты слепые люди. Это не только психологи-переводчики, это и программисты и так далее. В этом году проект расширили. К нестандартным экскурсиям добавили различные тренинги. Главная задача которых – объяснить. Те, кто не видит этого мира, могут жить точно так же, как обычные люди. И по-прежнему проводниками в мир темноты станут незрячие экскурсоводы. Проект, конечно, в первую очередь предназначен для зрячих людей, чтобы побороть стереотипы, побороть преграды. Переступить вот эти, что слабовидящие и слепые люди, они такие же люди, в принципе, как и мы, только с небольшим ограничением здоровья. Главной звездой сегодняшней встречи стал лабрадор Лек. Это собака-поводырь. Таких на всю Хакасию не больше десятка. Он стал незаменимым другом и помощником для Кирилла Кадамцева. 19-летний юноша не видит с рождения. Но вот уже два года его глаза Лек. Пес невероятно умен и дружелюбен. Знает и выполняет десятки команд. Его обучение началось с щенячьего возраста и длилось около двух лет. С ним теперь не проблема выйти в город на прогулку. Пес легко переведет через дорогу, поможет обойти препятствия, проведет знакомым маршрутом. Правда, реакция на крупную собаку в городе не всегда однозначная. И приходится Лек уносить на мордник. Это скорее формальность. Выдержки лабрадора позавидует любой. Обычно боятся. Почему-то. Очень часто принимают за ротвиллеры. У нас две ковки. Та, которая по правам сибирская, с иванская, она его терроризирует активно. А он что, не может ей ответить? Она его бьет по морде. Он лежит, плачет, за меня прячется. Но их поколениями ростили без агрессии. Он к этому не приспособлен, так скажем. Окунуться в мир ощущений можно будет уже 26 января. Открытие проекта запланировано на 5 часов вечера. Организаторы обещают множество сюрпризов. Наталья Чудина, Антон Новожилов, Вести Хакасия.